Я так, руки. Климен Алексей, общественная организация Чести Родина. Ну, мне хотелось бы задать вам вопрос по недавнему инциденту столкновения кораблей России и Украины в Черном море. Налицо, значит, нарушение свободы морской навигации. Как вы думаете, заказчиком и бенефициаром этого нарушения может ли являться Китай, который продолжит этот процесс нарушения, особенно в районе островов Спратли, где проходят грузы на 5 триллионов долларов в год? И второй короткий вопрос. Два месяца назад был денонсирован договор о дружбе между Украиной и Россией, но это означает, денонсация от аннулирования отличается очень сильно. Это означает, что старый договор действует до 17 апреля. Как вы думаете, 18 апреля 2019 года в Азовское море зайдут корабли других государств? Спасибо. Без комментариев. Продолжаем. Я охренел вообще, честно говоря. Нет, до вашего вопроса, я думал, что за инцидентом стоит берег Слоновой Кости, если честно. Но теперь вы меня просветили. Китай, кажется, это мне помню. Да, да, один студент говорит, я говорю, кто ставит за убийством президента Египта Садатов в 81 году? Он говорит, Аргентина. Я говорю, почему? Он говорит, а вы опровергните. Второй вопрос. За размышления, да. У меня особая была позиция по этому инциденту. Ну, так как я проект Кремля, она для проекта Кремля нетипичная. Я, кстати, его высказывал по телевизору, поэтому я считаю, не надо было задерживать украинские корабли. Тем более, не надо было применять оружие. Потому что, видите, я... Мы не применяли. Серьезно. Пару выстрелов, он не в счет. Понимаете, я... Нет, я все-таки стою за правду, да. Вот смотрите, если у нас есть какие-то договоры с украинцами, и мы их соблюдаем, мы, как великая держава, должны их соблюдать. Либо, если мы честные люди, да, мы их должны сначала динансировать и аннулировать. Кстати, это одно и то же. Ну, ладно, не суть. Я вам сейчас объясню разницу. Вы путаете несколько, по-моему. И после этого, да, ничего не соблюдать. Вот в чем смысл? Украинские корабли, военные и гражданские, плевать. В данном случае два военных шли из порта Одесса. К сожалению, это пока Украина. Хотя помню песню такую Клавдии Шульженко. Нас еще Одесса встретит, как хозяев. Вот это будет, да. То есть они шли вдоль Крыма, через Керченский пролив. Опять же, к сожалению, пока украинский порт Мариуполь или Бердянский. Я сейчас не помню. Но не суть. Бердянск. Вопрос. Пока они шли по Черному морю, это все регулировалось. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, к которой мы и украинцы присоединились. По этой конвенции любое судно, военное, гражданское, может спокойно проходить через территориальные воды других стран. Подчеркиваю, не через международные, а через территориальные. Территориальные воды это 12 морских миль от берега, то есть 22 километра примерно. Но украинцы даже утверждают, что они шли там за пределами 14 миль. Но даже если бы они шли в пределах, они имеют на это право. Это свободный проход называется. Статья, по-моему, 19. Это и мы тоже имеем право. Мы имеем право проходить через территориальные воды любой страны. Но проходить, это означает, нельзя останавливаться немотивированно. Ну, я понимаю, если у вас там ремонт или что-то. Значит, дальше. Керченский пролив и Азовское море, там совсем другой статус, чем у Черного. Это море совместного пользования Россия и Украина по договору 2004 года. Означает, что ни одна из двух стран, ни Россия, ни Украина, ни у кого не спрашивают друг у друга разрешения на проход любых судов через Керченский пролив и Азовское море. Не мы у них, не они у нас. Остальные страны спрашивают, да, то есть там нет 12-мильной морской зоны, понимаете, это общее море. Наших, ну, потому что в советское время, как вы понимаете, оно было внутреннее. Поэтому имели ли право украинцы пройти свободно через Керченский пролив? Да. Должны ли спрашивать у нас разрешения? Нет. И то же самое мы, я еще раз хочу подчеркнуть. Если мы там проходим через Керченский пролив и по Азовскому морю, мы тоже в Украине не должны спрашивать разрешения. Значит, эти корабли подходят к Керченскому проливу. Потом какой-то идиот, у меня вот другого слова нет, да, поставил наш поперек этого пролива под мостом корабль, загородив проход. Вот у меня вопрос, нахрена это было сделано? Это что, опасались двух вот этих украинских катеров, что ли, я не могу понять? А есть ли они брандеры? Вы понимаете, если они брандеры, то с ними надо бороться. Но вот могу сказать, что вы, например, выглядите как наркодилер. Это значит, вас что, мочить надо сразу, что ли, или что? А где деньги-то? Я считаю, что этот, вот тот, вот это все несерьезный разговор. Понимаете? Дальше. Потом сразу корабль убрали. Украинцы остановились, не стали идти туда, потому что мы им запретили, хотя не имели права этого делать. Они утверждают, что там какой-то способ, какие-то правила прохода под мостом, и именно в этом месте. Смотрите, здесь мост ни при чем, опять, вы играете на их пропаганду украинскую как раз, которые говорят, что это все из-за моста. Значит, они остановились, а как они утверждают, даже в международных водах, но это не суть. И пошли обратно. Мы их догнали. Они шли обратно в Одессу, да? Остановили, отконвоировали в наши порты, применив оружие. Нахрена у меня возникает вопрос. Но даже если бы, эти, мы им запретили проход через Кешинский пролив, что для меня вообще непонятно, как мы это могли сделать. Ну, они развернулись, послушав наше распоряжение, пошли обратно. У меня такое впечатление, что здесь все запущено. Это, видимо, эти, было воскресенье. Товарищи из погранслужбы, наверное, до кого-то дозванивались. Там кто-то, наверное, был в несознанке. Потом сказали, вы что, блин, ловите их быстрее там, понимаете? Вот, к сожалению, по-моему, как все было. Потому что, ну, причин, ну, развернулись и ушли. Я почему? Я не потому, что мы их боимся. Они же теперь используют это против нас, понимаете? Они сдолбят этим постоянно на пустом месте, что вот моряки там, бедные, томятся в тюрьме и прочее. На пустом месте создали им, Порошенко, лишний рейтинг, понимая, чтобы этот кровавый палач там мог лучше выиграть выборы. Зачем? Какой в этом смысл? Они подняли вот этот хай, который уже затих. Про них все забыли, про украинцев. Они всем надоели между нами, говоря. Тут, пожалуйста. Теперь, что касается денонсации договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который был заключен в 99-м году. Украина в соответствии с этим договором направила нам ноту официально о том, что он прекратит действия с апреля, по-моему, этого года. Потому что это нормально. Это как бы любая страна может выйти из любого договора предварительно за полгода, уведомив о своем намерении. Чтобы другая страна могла подготовиться. Имеют они такое право? Да. А какая связь у вас между этим договором, пустым абсолютно, да, там, о дружбе и сотрудничестве, с договором об Азовском море, который вообще отдельный и заключен в 2003-м году, я не понимаю. Следующий вопрос. Тут очень много вопросов. Нет, вот сейчас это. Николай Николаевич, условия не дают. Ну, я здесь не хозяин.